На одной из улиц Берцка появился двухметровый металлический забор. Установили его не вдоль дороги, а поперек. Так что местным жителям теперь, как говорится, не пройти, не проехать. Кто и зачем перегородил проезжую часть и кто позволил это сделать, выяснял Павел Теунов. Улицу Чайковского впору переименовывать в Тупик. Некогда сквозной проезд теперь перегораживает высокий железный забор. Местные жители, чтобы попасть на соседнюю улицу, вынуждены делать внушительный крюк. А у нас здесь маленькие дети, здесь маленькие дети, здесь вообще трое малых детей. Там и пройти невозможно. В садик идут, и вот тут раз прошли они, и они на месте. Они с коляской, по грязи, по все, должны кругом или здесь, или там обходить круг. Ну это ж не для людей. Часть улицы захватил православный храм, который поблизости возводит гимназию. И забор здесь, мол, для безопасности учащихся. Остальным предлагают смириться. Местные жители говорят, пройти по улице Чайковского все-таки можно. Священнослужители оставили им эту возможность. Для этого нужно пройти по территории храма. Но только в строго определенное время. С 6 утра до 8 вечера. Но это время не всегда соблюдается. Ворота могут закрыть и раньше, или вообще не открыть. Представители церкви просьбы людей не услышали, поэтому претензии направили в городскую администрацию. Чиновники ответили, что участок законно сдан в аренду. Ну, мы поняли, что это у них навечно. Они же туда даже трансформатор поставили, как они теперь откроют. Как можно было сдать улицу в аренду, теперь разбираются в прокуратуре. Правоохранители выяснили, сделку провели незаконно. Есть выписка из реестра муниципального имущества, где прямо указано, что улица Чайковского – это автодорога, находится в муниципальной собственности города Бердска. Следовательно, полагаем, что данные территории не могут быть предоставлены в чье-либо индивидуальное пользование. В мэрию Бердска уже направили представление с требованием аннулировать договор аренды и привести улицу в первоначальное состояние. Если этого не будет сделано, то чиновникам и священнослужителям придется объясняться в суде. Павел Теунов, Максим Федосеев, Новости Новосибирск.